Продолжение следует... В процессе операции «Урожай-2016» легли в основании материалов уголовного дела. Такое же уголовное дело у нас находилось в Запорожской области в прокуратуре. На сегодняшний день в связи с тем, что я подписал о неразглашении тайны следствия, я могу сказать только одно, что это связано с геокадастром, с нарушениями, которые были на территории Запорожской области, и нарушениями, которые проводили работники госгеокадастром. И по версии исследователей, могли относиться к этим нарушениям и работники областной и государственной администрации. Могу ответить на вопрос. Где еще проходили логики? Пяти, или в пяти местах? Я знаю, что проходили геокадастры, в остальных местах меня не информировали. Знаю, что дело в Запорожской прокуратуре, то, которое мы инициировали, возбуждали. И потому, что, раз повторяю, я сам заинтересован в том, чтобы это дело объективно расследовалось, и данная оценка по поводу земельных нарушений. Кто инициатор справы, это чья заявка, или, власне, самая намная? Я думаю, что одного из народных депутатов, я думаю, что сейчас право дать ответы на все вопросы. Но дайте следствию, чтобы они приняли следственные действия. Поверьте мне, я спокойный. Я знал, что когда-то это будет. Потому что, если есть криминальное проведение, то должны быть следственные действия. Одна сторона говорит одно, другая сторона говорит другое. И задача следствия, чтобы определить, кто же говорит правду. Константин Иванович, а там в деле лично ваши распоряжения фигурируют или могут фигурировать? Лично мое распоряжение по, скажем так, открытию, вернее, по законности проведения мероприятия «Урожай-2016». Чем оно было обусловлено? Чем была в одном из районов вызвана наша проверка и отмена распоряжения глав районов? Ну и, скажем, другие документальные вещи. Я думаю, что следствие разберется, там куда-то разбираться нечего. Там все лежит на поверхности.